Проект называется «Анатомия симулякра». И поводом для проекта стала актуальная сегодня идея, во-первых, плагиат, во-вторых, что такое симуляция в ситуации, когда страна наша развивается и идет по каким-то все время шаблонам уже существующим, или западная, или восточная модель, или смешанная модель. То есть что такое симуляция? И что такое мимей здесь еще? То есть вот искусство и истина. Есть истина, как вещь достаточно уже философии, имеющая долгий бэкграунд. И что такое искусство в этом отношении? Для Платона это был моментом, который он так, по-моему, и не определился, что сначала Платон вообще считал, что искусство искривляет действительность. И поэтому в его городе, так сказать, будущего, в идеальном городе, идеальном государстве, места для художников там не было изначально. Но потом Платон приходит к пониманию искусства, что все-таки истина не всегда то, что должно показывать искусство. И тут более сложный момент с этим мимезисом. И он как бы приходит уже к пониманию искусства через трагическое. То есть что все-таки искусство способно показывать пример сложного эмоционального опыта, который как раз через искусство человек к нему и приобщается. Наша экспозиция поделена на такие как бы зоны, как мы всегда делаем. Этот принцип как бы уже сохраняется, наверное, многие годы, пока мы делаем проекты. Что в проекте есть драматургия. Что в проекте есть, да, определенная драматургия. И мне всегда нравится, когда пространство само рассказывает вместе с объектами искусства, само рассказывает историю. И рядом находящиеся работы, они как бы дополняют эту историю, создают как бы ей тело, и насыщают ее новыми какими-то, вплетают в нее новые нити какие-то. Новыми смыслами. Новые смыслы, да. И есть вот это, как ты говорила недавно, рифмы смысловые. Собственно, когда мы строили экспозицию, это было одним из основных заданий, одной из нашей целей. То есть проект объединяет очень много художников, все по-разному рефлексируют на предложенную нами тему. Поэтому при построении нашей экспозиции мы отталкивались от либо их созвучности некой, которая будет дополнять одно другое, и тем самым у зрителя будет впечатление продолжительного рассказа, впечатление. Либо же на контроверсивных каких-то элементах. Здесь как бы такая вот тема социальной незащищенности и воздействия масс-медиа на простых людей, скажем так. Я это так воспринимаю, у меня такие ассоциации. Вот, например, проект Антона Логова, это вот про простую жизнь, скажем так, украинца. Ну, в принципе, как любого человека, который находится как бы в таком состоянии социальной незащищенности, скажем так. Проект у него называется «Дом с приводом». Тут как бы такое место в зале, куда можно спрятаться и посмотреть на эту экспозицию через форточку вот этих вот старых окон. Вот человек способен существовать и в более каких-то таких трешевых условиях, если это наполнено для него каким-то смыслом. Вот мы знаем, например, того же Татьяныча, да. Он осознанно как бы там свою квартиру заставлял различными объектами, различными вещами. Не хотел избавляться от старых вещей. Если для человека это дорого, то, в принципе, почему бы и нет? То есть как бы это уже отдельная, может, психологическая проблема, но человек имеет право на такую форму существования, скажем так. И тут рядом проекты, которые есть отсылки вот именно к этой гиперреальности, как вот, например, там вот эти вот баннеры разорванные, фрагментарное мышление, которое как бы связано и с прошлым, и прошлое, и современное. Ну и тут есть как бы еще и мечта, то есть вот на контрасте с Антоновым этим домом для бездомных, скажем так, рядом есть замечательная картина Игоря Каневса, которая отображает как бы другую, как некую мечту о идеальном уюте, которая была и в мифах советских, и сегодняшних мифах. Да, и здесь я бы хотела добавить очень такой интересный факт по поводу работы Каневца, что она точно в размер стены типичной квартиры в панельном доме. То есть у художника было некое желание раздвинуть нераздвигаемое статичное пространство и наполнить его какой-то новой перспективой. Игорь Каневес один из немногих художников у нас сейчас в Киеве, которые продолжают традиции гиперреализма, которые, кстати, в Киеве были особенно активны там в 80-е и начале 90-х годов. Но потом многие художники уехали в Москву, и в принципе это уже как бы более старшее поколение. А Игорь Каневес и Маргарита Шерстюк вот как бы эту традицию подхватили и развивают ее вот сейчас. И мне кажется, этот проект очень хорошо вписался, именно вот особенно вместе с Антоном Логовым, с вот этой вот темой уюта, и наоборот как бы выкинутости из комфорта, из нормальных условий для жизни. И тут получается такой контраст, какая-то, скажем, такая, ну, с натяжкой, можно сказать, что это как бы действительно настоящий уют, потому что, в принципе, интерьер достаточно простой, такой как бы советская мебель, видно здесь хрущевка. Но тем не менее для многих людей это как бы образец такого некого уюта. Вот это достаточно интересный проект Юлии Кисель, она сама ходила по рынку, барахолки, где продают кукол старых. И здесь тоже вот эти социально незащищенные люди, бомжи те же, да, просто бедные люди, люди с судьбой драматической. И они сделаны по принципу как икона. И здесь как бы такой вот очень проходит контроверсивный момент, который заставляет задуматься, да, над этими людьми, над их судьбой. Это тема классическая, тема юродио в искусстве, которая еще в середине 19 века очень была такой актуальной. Собственно, здесь это такое современное продолжение, вот эта тема новых юродио. Я хочу сказать, что для меня тоже важно было то, как она об этом рассказывает, ее эти истории, ну, как бы, она сама находилась в состоянии опасности, потому что, ну, люди по-разному эти реагировали. Некоторые с удовольствием давали себя фотографировать, а другие там реагировали очень агрессивно. И тут среди этих людей есть и наркоманы, и люди, которые общаются даже с современными художниками. Но, тем не менее, как бы, вот их круг общения такой вот широкий. Так что проект такой очень, про судьбу, я думаю, про то, как она может сложиться в реалиях вот наших, украинских, и вообще, в принципе. Вы об этом концептуальном вопросе не говорите? Ну, этот проект Андрея Достлеева. Здесь мы перемещаемся в такую зону немножечко концептуального искусства, и здесь очень интересный проект. Андрея Достлеева, который взял один из тезисов русской пропаганды насчет того, что украинский язык был создан в Генштабе Австрии. И он создал на немецком языке письмо в различные институции государственные Австрии, музеи военные, там, государственные аппаратные институции разные. И с таким, как бы, вопросом подтвердите или опровергните этот тезис насчет того, что украинский язык был создан в Генштабе австрийском. И вот ему разные приходят письма, кто-то вообще не отвечает, кто-то, как бы, говорит, что это не нашей компетенции. И таким образом этот фейк, он вплетает, собственно, в реальность, и он сам, этот, работа называется бюрократический перформанс, и таким образом он вплетает этот фейк вот в реальность, и который уже начинает жить своей отдельной жизнью. Да, вот, кстати, одним из моментов, который связан с симуляцией, это то, что, когда мы развиваемся, мы проходим постоянно этапы симуляции. То есть вот никто не рождается с умением уже говорить, никто не рождается с какими-то знаниями. Мы все это приобретаем в процессе обучения. А сам процесс обучения и его результаты, они часто на уже, как бы, на отдаленном этапе времени кажутся, ну, как бы, такой симуляцией, некими первыми попытками, которые, как бы, потом человек хочет от них, как бы, избавиться, и представлять себя уже таким свершившимся уже человеком. Этот проект «Альбины и лозы» связан с тем, что она рвет свои старые работы и выбрасывает. Тут она дала возможность зрителю увидеть эту грань ее жизни, где она уничтожает свои старые работы графические. И в этом есть, как бы, вот этот момент встречи с вот этой симуляцией, когда нужно определить для себя, от чего ты готов избавиться в своем прошлом, а что ты все-таки сохраняешь для себя. И также хочу отметить интерактивный момент этого проекта. Сама художница совершенно не против, чтобы любой желающий мог вытащить несколько кусочков. И тут тоже такая, получается, игра, шутливый момент, немножечко искусства для себя. И можно взять, в принципе, любой понравившийся фрагмент. Так, а что тут у нас такое удивительное? Давай про Родиона Прохоренко расскажем. Слово – это проект молодого харьковского художника Родиона Прохоренко. Называется «Алогия». И она имеет непосредственно такой контекст из его реальной жизни. Для него остро стоит вопрос с жильем. И здесь такая достаточно камерная, практически интимное размышление о своем месте в обществе, о противостоянии личного и частного общества, которое иногда может быть враждебно. Здесь проект художницы Ирины Вороны, который называется «Внутренний свет». Такая инсталляция. Ирина попыталась выразить вот эти внутренние импульсы, внутреннее наполнение. То есть вот эту экзистенциальную проблематику. Здесь снова она звучит. И мне кажется, на наш взгляд, очень интересно. В этой части экспозиции проект харьковского фотографа Игоря Чикачкова, который назван номером внешнего диска, на котором у него хранились его весь массив фотографии за много лет работы. И в результате системного сбоя информация там практически потерялась. То, что он смог восстановить, приобрело вот такие новые изображения. И, собственно, вот эта вот сама по себе системная ошибка и стала для него новой эстетикой. Очень интересный проект, с одной стороны, о потере, о трансформации и о случайности. По сути дела, сама система, сам внешний диск стал соавтором, если можно так сказать, этих работ. Это как бы момент того, что случайность иногда изменяет, во-первых, и судьбу человека, и судьбу его прошлого. И вообще, что такое потеря памяти там, да? Потеря памяти жесткого диска или потеря памяти у нас в голове, допустим, да? И тут как бы вот эти вот моменты случайности, они как бы тоже задают некую нашу жизнь. И я говорю, ну вот, да, движение судьбы нашей тоже может поменяться благодаря случайности. А это проект с Зоей Орловой. Она сейчас переживает очень драматический период, депрессивный. Хотя все мы знаем ее творчество, ее большие картины, как бы такие достаточно есть интересные подсветы. Но тут мы видим полностью все черно-белое. И это ксерокс ее ранних работ. И здесь есть еще рисунок ее отца. У нее умерла мать. Она как бы ищет себя заново, пытается себя восстановить после этой трагедии. И вот это как бы проект, который называется «Яки часы, такие мастерства». Своего рода это крик души. То есть художник, который великолепно владеет всеми возможными для художника техниками, представил на нашем проекте вот такие вот черно-белые ксерокопии. То есть это сознательный такой жест внутренней боли. Это картины Алены Токовенко. И инсталляция. И инсталляция тоже, да. Ну и здесь различные метаморфозы происходят. И я так вижу в этом какую-то вот боль, личностную боль, личностный процесс, в котором происходит отторжение и от прошлого, от каких-то своих чувств, возможно. И внутренний такой конфликт, который, кстати, художница тоже решает именно с помощью живописи. То есть она свои проблемы видит в искусстве как способ, во-первых, выражения, во-вторых, реализации и как бы очищения от этого всего. По словам самой художницы, она вообще заинтересовалась именно биофизикой работы человеческого мозга, рождение импульсов. И, собственно, те навыки, те действия, которые мы производим, в каком-то смысле формируют нас самих. Собственно, и вот об этом, о этой деятельности, вот нашей психофизической сущности, вот эти работы. Ну что, про Хомякова? Можно сказать, название анатомия симулякра очень сильно тут отобразилось в визуальном ряде. Потому что здесь есть и анатомия, и какие-то странные формы, которые напоминают не то какие-то фейки, не то какую-то искусственную реальность. Тут есть элементы компьютерной графики, которая сейчас уже легко узнается. И в то же время тело человека, как бы его незащищенность перед различными мыслями, перед различными аморфными и рациональными ощущениями, и все это здесь как бы выражается. То есть, собственно, вот эта структура, которую мы можем понимать и как цифровая структура, и как биохимическая, биофизическая структура живых организмов, здесь это нашло свое выражение. Давай вот в продолжении темы структуры, темы вот этой вот жизни, да, биологического организма. Вот можно остановиться на проекте Александра Бугая, художника, которого мы взяли как раз с открытого конкурса. Вот такие графические работы, которые тоже выражают некое вот это движение, они абстрактные. И, кстати говоря, о рифмах в экспозиции, вот здесь можно отметить объекты Оксаны Чепелек, которые вот вместе с этой работой Хомяковой создают какие-то новые смыслы, новые контексты. Ну, это вот работа Сергея Западни, он как бы вот его видение симуляции. Различные структуры, ну, цифровой мир вот этот весь, что это такое, да, оно как бы совершенно противоположно биологическому миру. И тут вот полная какая-то уже такая утопия этого цифрового мира. И, ну, попытка понять, наверное, как мыслит этот искусственный интеллект. Ну, я тут вижу как бы такие аналогии, если так вот сразу, да, тут можно увидеть и декоммунизацию. То есть тут есть фрагменты различных памятников от греческих до советских. И они все как бы перемешаны тут. И в этом можно как бы видеть такое, да, посыл осмысления, ну, что же такое избавление от прошлого, да, эти все черепки. Куда они потом. И часто все разрушается даже иногда идеология, иногда просто само время разрушает. Эти все памятники, эти все попытки глорификации и так далее. То есть все это неминуемо все равно потом может быть погребено историей. Авторы Эдуард Потапенко, Людмила Раштанова, Сергей Корнеевский. А проект называется «Трансляция пиццедомости». Хотелось увидеть работы, когда мы еще находились в процессе, так сказать, выбора работ. Хотелось увидеть такую вот интерпретацию, не техно, ну, как бы разные интерпретации на тему, что такое симулятор. Есть как бы такая тенденция, скажем, в философии использовать терминологию такую более техническую, как структура, система и так дальше. Мы в нашем проекте использовали слово «анатомия». «Анатомия» — это то же самое, что строение какого-то организма. Но симулякр, в моем понимании, можно изучать не только с помощью каких-то очень точно научных каких-то таких вот вещей. Для классической философии то симулякр — это, в общем-то, не истинное, ну, ложное утверждение, ложное знание, которое, тем не менее, более правдоподобно, чем сама истина. И вот в этом контексте слово «анатомия», оно как бы подразумевает, что эти симулякры могут развиваться в нашем сознании как некое биоморфное такое существо, которое разрастается со своими веточками там и как бы охватывает все наше сознание. И мы настолько можем быть интегрированы вместе с этими симулякрами, что просто не замечать их, не понимать, как они вообще развиваются в нашем восприятии. И таким ярким примером для меня, для осознания этой темы, служило именно то, что вот даже мои взгляды какие-то на определенные вещи там, они постоянно как бы видоизменяются. И то, что я там, допустим, пять лет назад, как я воспринимал мир, то есть какие-то произошли уже изменения. И в связи даже с тем, что происходит там у нас в стране, и в связи с тем, что я сам становлюсь старше. То есть и неминуемо некоторые вещи ты просто потом откидываешь. И получается, ты находился под воздействием некого такого симулятивного восприятия. На видне спрямования мы проводим вот с Ирой уже, да, у нас большой опыт с 2011 года. И я как бы ни разу не засомневался насчет того, что необходимости проводить опен-кол, потому что каждый год какие-то появляются новые имена, которые для меня, ну, во всяком случае, для меня новые. И я думаю, что для многих зрителей тоже новые. И очень часто именно наша платформа дает старт тем молодым художникам, которые потом становятся очень заметными в своем поколении. И вот этот новый первый шанс можно получить здесь. Так что в следующем году наша платформа также продолжит свою работу. И у всех желающих будет опять возможность подать в свой проект и оказаться вот на экспозиции в неожиданном, может быть, для себя и обязательно для зрителей контексте.